Гадать запрещено, гадать страшно, потому что все нагаданное исполнится, а это или любовь, или смерть. Но запреты для того и придуманы, чтобы их нарушать, а гадание – редкий шанс повлиять на будущее. Мы в Российском этнографическом музее. Идеальное место для того, чтобы почувствовать себя частью своей культуры, в которой даже наши слабости служат инструментом познания мира. Идут святки, время, в которое позволено гадать, несмотря на то, что будущее – это Божий промысел. Но прямо сейчас Господь занят. Он так радуется рождению Сына Иисуса Христа, что и нечисти дал возможность погулять. В этот период граница между миром живых и миром мертвых становится проницаемой. И в том числе покойники выходят на связь с вопрошающими, как правило, незамужними девицами. Вот такой гребень клали под подушку. Вот под такой замок запирали, например, платок, чтобы во сне увидеть будущего мужа. Но чтобы гадание было успешным, девушка и сама должна была уподобиться покойнику. Расплести косы, снять крест и повернуться против часовой стрелки. Весь ритуал должен происходить на границе. Времени – в полночь, пространство – на перекрестке миров у зеркала. И это очень страшное гадание. Если в полночь, выйдя на перекресток, вы услышите стук топора – это к скорой смерти. Ну, а если звон колокольчика, то к скорой свадьбе. Высматривать суженого в зеркале можно только в одиночку и не моргая, как покойник. Кстати, не давайте ему появиться перед вами полностью, потому что тогда этот суженый, ряженый может утащить вас за собой в зазеркалье. Нужно вовремя перевернуть зеркало лицом вниз и сказать «чурме». И никогда не оглядывайтесь назад после гадания, потому что обитатели потустороннего мира, которые только что отвечали на ваши вопросы, накажут вас за любопытство. Рассказывают, что в одном доме ночью из амбара летела безголовая туша свиньи и спасло неудачно погадавших девушек только то, что они успели надеть на голову горшки. Свинья летела явно с агрессивными намерениями и разбила эти горшки, приняв их за части тела, наказав тех, кто нарушил запрет и оглянулся, погадав. Все всегда знали, что гадание – грех, но этот запрет всегда нарушался. И, натерпевшись ужаса, счастливо избежав гибели, человек целый год искренне ценил запреты с тем, чтобы однажды зимним вечером снова испытать судьбу.